Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, это моя мама. Елена, это моя дочка. Юля. В общем, сегодня мы с мамой будем снимать, наконец-таки, уже сняли, вы это уже смотрите, мистические истории! Это будут не просто мистические истории, которые мы прочитали в интернете, нам рассказали друзьям и придумали, нет. Это будут истории из нашей жизни! Поэтому всё, видео вы будете слушать ужасно страшную музыку, которая будет вас напрягать и ещё больше пугать, поэтому не смотрите это видео перед сном, потому что... Лучше с утра перед школой или перед институтом. Вообще отлично, перед школой сразу настроение поднимется. Так, в общем, мы с мамой очень редко снимаем видео, за последний год, я даже не знаю, мне кажется, у нас вообще ни одного видео не было, всё, потому что мой брат Саша пошёл в школу, и, конечно же, мама вместе с ним. Уже в четвёртый раз, первый раз сама, потом я, сейчас Гоша, теперь Саша, да, и вот в этом году мы учимся во втором классе, в спецшколе, и поэтому у нас очень много заданий, мы сидим с утра до ночи за уроками. Так что вот, поэтому оцените это видео пипец как сильно, потому что это большая редкость, чтобы у нас у обеих совпали наши рабочие графики, а у мамы школьные и всякие заморочки домашние. Поэтому ура! Сразу поставьте лайк за то, что снимаю видео с мамой. Дело в том, что мы за нашу жизнь в разных квартирах успели пожить. Ну, помотала нас жизнь туда-сюда. Правда, слава богу, в одном районе. Но самое страшное, наверное, происходило в двух квартирах, и вот в моей этой квартире, где я сейчас живу, тоже была страшная. Это потом. Сначала давай расскажем про первую квартиру. Сначала мы начнём с первой квартиры, в которой... Которую мы переехали в 2003 году. Почему я её называю первой квартирой? Ну, потому что, ну, ни для кого не секрет, что иногда люди расходятся. Вот так у нас случилось с Юлиным папой. Мы разошлись, и каждый пошёл своей дорогой, и моя дорога направлялась в квартиру, которую я купила незадолго до нашего развода. И мы туда, собственно говоря, переехали. На тот момент была такая ситуация, ну, не особо с финансами было хорошо, поэтому сделать там хороший дорогой ремонт у меня не было возможности. И, грубо говоря, я там просто обойки поклеила, там потолочек побелила. Да, сама. Ну, мне, конечно, друзья помогали. Понятно, что я не сама это делала. Но, тем не менее, мы сделали там такой небольшой косметический ремонт. И да, вот ещё что скажу, что когда я её покупала, я покупала, естественно, через агентство, и я знала, что хозяйка была женщина. Но кто в действительности живёт в этой квартире, я не знала. Это самое интересное. Слушайте внимательно. Вот, когда покупаешь вторичное жильё, ну, действительно, ты же понимаешь, что там кто-то до тебя жил, а, возможно, кто-то ещё и умер до тебя, да? Но об этом обычно узнаёшь, когда ты уже туда переехала и живёшь. И происходит какая-то фигня. Нет, соседи добрые начинают рассказывать, что там случилось. Ой, как там случилось? Там же и у человека умер. Вот, так у нас и как бы произошло. Мы туда переехали в 2003 году. У Гошеньки на тот момент был один годик, Юленьки лет шесть, обустроились, да, какую-то мебель я там с собой привезла, со старой квартиры, которая у меня там осталась от прабабушки. И я взяла эту старую мебель, но она как бы хотя бы была наша своя родная, да, не чужая. И какая-то мебель там частично осталась от предыдущих хозяев. Ну вот на тот момент, 2003 год, было немножко тяжеловато, так и было. Хочу говорить, это наша жизнь. Читая, вот-вот, всё. Вот, теперь ты меня понимаешь? Постоянно меня ругает, говорит, слишком много у тебя слов-паразитов. Так, ты видеоблогер, а я не видеоблогер. Да, я вот даже только инстаграм начала вести заново. Кстати, пишись. Пишись, да, на мой инстаграм я начала вести опять заново. Я его забросила. Да, там вообще жесть тоже, мистическая история. Мистическая история, да. У меня его украли и, в общем, вернули, возвращали очень долго. Все фотографии утратились, и, к сожалению, у меня руки опустились, как это обычно бывает. И я, ну, утратила интерес к инстаграму. Вот сейчас я... Он всё, рассказывай. Слушайте её. Сейчас я заново начала его вести, так что подпишитесь, пожалуйста. Может, мне ещё больше захочется туда что-нибудь укладывать. Ну да, вдохновение, всё такое. Ну да, собственно, отступили от темы. Вот. Переезжаем мы в эту квартиру в 2003 году. Довольные, счастливые. Живём, свои стены. Дети маленькие, я работаю. Спасибо моей мамочке, она мне помогала очень хорошо на тот момент. И, в общем, короче говоря, начинаются у меня такие странные-странные сны. Мне во сне снится какой-то старик. Такой седой, с бородой. Ну, первое время я что-то как-то не обращала на это внимание, потому что как-то, ну... Мало ли, ну, приснился старик. Там залезешь в сонник, посмотришь, к чему старики снятся. Теперь вы понимаете, в кого я такая. А я просто говорю, Нюля, нельзя вовсе верить. Да как не верить? Это же жизнь. Я же долго вообще ни во что не верила. Вот я говорю, жизнь заставит ещё не так и раскорячься. И, в общем, после какого-то определённого сна, а даже сейчас расскажу, какой был ключевой момент, когда мне приснилось, это, как сейчас помню, было летом. Дети были на даче. Значит, я просыпаюсь где-то в 5-6 утра, в холодном поту, потому что мне приснился сон, как будто бы вот я лежу, сплю, и вдруг, вот знаете, как я поднимаюсь над своим телом. Стремно, от третьего лица. Да, да, как будто я вижу себя, и в этот момент я смотрю в окно, где у нас балкон. У нас в одной комнате был балкон, всё застеклённый. Я через вот это балконное окно вижу вот этого старика, и по мне такой, знаете, вот холод просто, вот страх панический. Я просыпаюсь, у меня всё трясёт, и я поняла, не, всё, с этим надо что-то делать, что-то не так здесь, да, то есть так быть не должно. Ну, естественно, на тот момент мы там уже где-то, наверное, прожили, ну, чуть меньше года в той квартире, я уже познакомилась с соседями, мы стали общаться, и как-то я спросила у соседки, кто всё-таки жил в этой квартире. И тут я услышала такую историю интересную, что там жила пожилая пара, то есть бабулька с дедулькой, и я так поняла, что у них не было своих детей, они умерли, и оставили, видимо, завещание на свою племянницу. Собственно, видимо, у неё я и купила эту квартиру. И когда я описала старика, которого я видела во сне, соседка мне сказала, что он очень похож на бывшего хозяина этой квартиры. Ну, естественно, мне стало как-то не по себе. Да, мне стало очень как-то, ну, плохо, неприятно, я подумала, боже, ну, так мы тут не одни живём. Причём, есть же такая тема, что вот тебе во сне снятся какие-то люди, и ты думаешь, ну, я этих людей не знаю, но на самом деле мы их где-то видели, просто наш мозг запоминает на подсознательном уровне, то есть нам всегда снятся, если какие-то люди чужие, то мы их просто где-то видели. Но старика ты же нигде не могла увидеть. Ну, типа вот... Нет, ну, мне, собственно, до этого вообще старики, мне тогда было на тот момент 26 лет, мне старики... Мне не снились старики! Ну, и, в общем, как получилось? После этого разговора с соседкой я стала, естественно, больше интересоваться этой темой, да, почему мне снится бывший, так сказать, хозяин этой квартиры. Которого уже нет. Которого уже нет в живых. А поскольку... Почему я вот в начале видео рассказала, что мы переезжали в эту квартиру, и я, ну, на тот момент мне не позволяли финансы сделать там хороший ремонт. То есть ремонт у нас был, ну, косметический, своими силами, как могли. И там остались... У нас, помнишь, в прихожей висело такое большое старинное такое зеркало. Поскольку мы делали косметику, внутри соли оставались. А так все остальное, это, естественно, я выбросила. И так получилось, что я где-то узнала, я уже сейчас, честно, уже столько лет прошло, я не помню. Кто-то мне рассказал, что в зеркалах, особенно если остались там от каких-то там предыдущих хозяев, там, ну, неважно от кого, зеркала имеют свойство носить в себе вот какую-то информацию, да, они являются каким-то порталом. Это же, знаешь, еще говорят, что лучше не спать напротив зеркал тоже. Но я вот как бы в это не верю. Слушай, мы последние лет семь только и спим напротив зеркал. Я хочу проснуться, остаться, о, красивая, пошла. Нет, просто дело все в том, что это наши зеркала, да. Они новые, мы их покупали уже себе. Они, тут же не жил кто-то до тебя. Ну, да, да, да. Кто умер и в это зеркало смотрелся. Да, да, да. А тут ситуация получилась именно такая, то, что зеркало было старинным, достаточно старым, но оно мне очень нравилось, поэтому я его почему-то по какой-то причине не захотела выбрасывать. И оно принадлежало предыдущим хозяям этой квартиры. Ну, и, собственно говоря, мне дали такой хороший совет, сказали, что нужно это зеркало отнести на помойку, не разбить по дороге, а оно, заметьте, так, было огромное такое, ну, практически с мой рост, может быть, чуть поменьше и безумно тяжелое, да. Я должна была его, как хозяйка квартиры отнести, не разбить, поставить и уйти, не оглядываясь. Ну, мне так сказали. Войми. Войми, это не то слово, войми. Охренеть, вот это ритуал, блин. В тот день, когда я собралась выносить это зеркало, не знаю до сих пор почему, я решила залезть на вот эти верхние антресоли. Хотя, в принципе, когда мы делали ремонт, все, что там было, я все выбросила. То есть, ну, как, они были достаточно высокие, я же небольшого роста. Почему-то мне вот захотелось опять туда залезть и проверить. Что вы думаете, я там нашла? На самой верхней антресоли, в самом глубоком дальнем углу. Вот ботинки. Жесть. Да, когда я их вытащила, они причем стояли в коробке. Ну, знаете, как бывает, у меня у самой тоже и бабушка, и дедушка, они были такие бережливые. Всегда. Ну, надо бы швыряли там. Ну, грубо говоря, были какие-то там парадно-выходные ботинки у дедушки, да. И я вытаскиваю вот эту коробку с этими ботинками, вообще, прощай молодость, ну, как бы достаточно там старые, тоже старинные, не знаю, как их назвать. И я как бы понимаю, что, скорее всего, эти ботинки принадлежат вот как раз этому дедуле, который, собственно, мне ко мне приходит во сне. И в этот день, значит, я, естественно, отнесла на помойку эти ботинки и потащила это зеркало. Ну, как я тащила это зеркало, это, конечно, это была жесть. Я боялась его просто выронить. Достаточно у нас длинный дом, у нас четырехподъездный дом, вот, и помойка была где-то за домом. Я туда пришла, поставила это зеркало, аккуратно оно было неразбитое, я отвернулась и пошла, не оглядываясь обратно домой. Так интересно. Да, и вы знаете, после этого произошло чудо. Дед перестал не сниться, да, слава богу. И вы знаете, как после этого не верить во что-то сверхъестественное или мистику. Вот мы сейчас находимся в нашем дворе, в котором мы когда-то жили. Вот этот наш дом старый. Прожили мы здесь лет 10. Для меня так и счастливые годы были. Хорошо помню, как я выносила из подъезда это старое зеркало. Вот, по-моему, где-то там помойка. Там она была? Мне казалось, что она вообще там была. Нет, нет, она там была. И я выносила это зеркало, несла его. Очень боялась его разбить, потому что оно было тяжёлое. И ушла не оборачиваясь. Как-то так это было. Ну, у меня тут не было никаких мистических историй. Я была маленькая на тот момент. Ну, как маленькая? Сколько? С какого возраста? Ну, мы сюда переехали в 2003 году. Тебе сколько? Гоша был годик, а тебе было... Ну, 6. 6, да, 6 лет. Ну, здесь вообще такая интересная атмосфера. Вроде как находишься в центре Москвы практически, да? Но здесь какой-то свой такой вот... Как будто бы время тут остановилось, да? Да, микромир, да. Здесь такие старые домики. Старые дома, и которые, кстати, когда мы покупали тогда квартиру, нам сказали, что их снесут. Вот так вот мы поднимались. Сейчас-то у нас лифты. Мы тут даже пятки. Это призраки оставили. 100%. Это призраки. Вот, мы сели на втором этаже. Тут, кстати, бомжи раньше спали. Да, я тоже помню этот момент. Так, не очень здесь. Боже, это наша дверь, ты представляешь? Ее даже не поменяли. Ё-моё. Я, конечно, не хочу номер квартиры снимать, да, но тем не менее, это наша дверь, ребята. Она осталась прежней. Это что? Да, у меня сейчас она... Это... Ностальгия сильная очень. Прям хочется взять ключи, открыть, но не получится, потому что ключей нет. Вот моя мама, это вообще удивительно, она живет в четверком в квартире, она скучает по двухкомнатной нашей хрусёвке. Очень скучаю, безумно просто. Нет, знаете, я не скучаю. Я спала там с братом на одной кровати, очень много есть в этой кровати. Ну, у вас была сначала двухэтажная кровать, двухъярусная. Потом уже хотелось ремонт, и вы поставили классные дома. Ну, очень мало, что изменилось в подъезде спустя столько лет. Ну, примерно так. В таком доме мы жили 10 лет, да. Ну, всё, поехали на новую квартиру. Там тоже истории мистические. Ещё страшнее. Они даже вообще по жизни преследовали, где бы мы ни жили. Вообще с ума сойти. Что-то дела такие. Вон там, вон там была помойка, но она, наверное, и сейчас там есть, я так думаю, за углом, куда я пёрла это зеркало. То есть, представляете, да, вот какая большая протяжённость. И вот я туда тащила это тяжелое старое зеркало. Ну, конечно, если бы ко мне дед пришёл во сне, я бы тоже это зеркало пошла бы и её тащила. Мистика — это всё то, что не поддаётся разумному объяснению. Вот я считаю, что это именно была такая мистическая история в моей жизни, которая, собственно, на тот момент, так сказать, с выбросом этого зеркала и башмаков, она закончилась. Но не все мистические истории закончились на этом моменте. Это же так странно вообще, что, знаешь, вот реально, есть же люди, у которых ничего такого не происходит никогда. И у их знакомых, у их родителей, и кто-то не верит в это вообще. А есть такие люди, как мы, которых это просто преследует постоянно. И тоже не то, чтобы преследует, но... Преследует, преследует! Мы сами нарываемся. У нас сегодня тоже, кстати, произошёл интересный такой, да, случай, но я, честно говоря, не знаю, будем мы его сегодня озвучивать или нет, но однозначно я сегодня Юльке сказала и вот я... Почему я себя не послушала? Ведь был же знак, был же знак, но я не послушала. Ну, такой знак, конечно, я хочу, чтобы ты это рассказала. Это мега смешно. Подожди, давай всё по порядку. Ладно. Вот. Случился такой момент, что в нашей жизни появился мой муж нынешний. Да. Вот. Мы жили там уже, в той же квартире. Да, мы жили в той же квартире, и через какое-то время у нас родился Сашенька. Вот. Естественно, ну, нам как-то стало там тесновато, да? Было немножко тесновато. Да я бы сказала, конкретно вообще было тесно. Вот. И мы, короче, решили поменять квартиру. Мы заехали в новую квартиру, в прекрасный ремонт. У нас было всё новое, идеальное. Ну, в общем, мы были все счастливы. И, собственно, ничего даже не предвещало никаких проблем с мистикой. Всё было хорошо. Так, всё и начнётся. Да, прошло где-то, наверное, месяца два, может быть, три. Думаешь, так быстро? Ну, да, быстро достаточно. У нас была такая, ну, такое приспособление, сейчас это не редкость, естественно, сейчас это, мне кажется, в каждой семье, где есть грудной ребёнок, это такая... Видеоняня. Видеоняня, да. Так, и как-то мы с мужем, когда у нас все дети спали, все по комнатам, Сашенька тоже спал, младший, да, мы сидели на кухне, и вдруг мы обратили внимание, глядя в эту камеру, что там летают какие-то шары. Да. Просто шары. Такие шарики, шарики. Ты рассказываешь, я пока поищу, что за шары, потому что я как-то про это читала. Ну, давай, погугли, да, интересно. Вот, и мы это увидели, честно говоря, раньше я этого не замечала. Короче, у нас эта камера еще была и на предыдущей квартире, вот не видела этого, но в этой квартире, в новой, мы обратили внимание, что какие-то вот эти сгустки, да, такие белые, они постоянно летают, просто куда хотят, летают, то большие, то маленькие. Нам это стало как-то очень странно с мужем, и мы стали наблюдать. Ну, так... Вот такие шары, типа, да? Тип таких, да, только здесь они какие-то одинаковые, а мы видели разные, то есть то большой, то маленький. Вот, ну, и, собственно говоря, пошло-поехало, началось все с этих шаров. Я уже стала знакомиться с соседями, общаться, и, опять же, как всегда, да, добрые люди, там, соседи, начинают рассказывать о тех, кто жил в этой квартире раньше. И так получилось, что мне рассказали такую страшную историю, что в этой квартире умерла бабушка, которая то ли упала в ванной, то ли обварилась кипятком, в общем, разные соседи рассказывали по-разному. Вот, и умерла жена хозяина этой квартиры. То есть, ну, две женщины, да, грубо говоря, одна пожилая, вторая не очень. Ну, естественно, я как-то так сразу думаю, блин, что за фигня, опять покойники, господи! Вообще! Куда мы не приезжаем, да, везде обязательно вот кто-то умер. Ну, это как-то не очень, да? Короче, эти шары, я читала про них, что они даже разных цветов бывают на фотографии, какие-то более синие, более красные, там зелёные даже, есть белые, они, типа, каждый цвет что-то означает, типа, либо, знаешь, вот это как, не то чтобы порча, понятно, что это как, тут написано шары на фото, плазмоиды, орбы, это другие формы жизни. Да, да, плазмоиды, я тоже вот это слышала. Паранормальные плазмоидные объекты. Вот, они тоже разных цветов бывают, и в интернете тоже разные, конечно, пишут, что на ком-то там порча, на ком-то, у кого-то просто как будто бы болезнь какая-то, и они, типа, притягиваются вот эти шары, то есть есть такая фигня. Ну, это не точно, я не скажу прям наверняка. Я вот сейчас забегая вперёд, допустим, да, я хотела бы вот что сказать, что по мере того, как мы стали узнавать интересные подробности про тех, кто жил до нас в этой квартире, уже в новой, да, квартира номер 2, мы её назовём, естественно, ну, мне просто интересно, у меня муж очень увлекается историей, и так получилось, что как-то я, засела и прочитала очень много интересной информации про наш район, в котором мы живём, вот, он считается у нас один из старейших районов вообще Москвы, ну, я могу назвать, да, как он называется, Юлечка? Конечно. район Лефортово, да, очень было интересно про него узнать такие вещи, которые даже, грубо говоря, когда мы учились в школе, нам что-то рассказывали, ну, такой информации, конечно, полноценной не было, и я узнала, что когда-то, очень давно, да, какое-то определённое количество веков назад, там было кладбище, кладбище, кладбище и кладбище, вот, то есть, по сути, мы просто живём на кладбище, можно даже не спрашивать, кто где умер, но на самом деле, так если подумать, в принципе, понятное дело, что давным-давно тут практически везде было кладбище, ну, это понятно, что где-то в каком-то веке обязательно где-то было кладбище, что вот прям, нет, я имею в виду конкретно нашу улицу, потому что у нас находится там церковь, она очень старинная, она правда, при церкви же тоже всегда, всегда, она переименовывалась, то есть, у нас, как бы, история нашего района, она пошла ещё со времён Ивана Грозного, да, но у нас сейчас не об этом видео, я не хочу сейчас долго в это углубляться, самое интересное началось потом, значит, нам периодически стали сниться сны, то мне приснится какая-то бабулька, то мужу моему, была такая интересная история, в общем, как-то вечером, ну, уже достаточно было поздно, все спали, да, дети спали, потому что им надо было в школу, Сашенька спал, потому что он был маленький, мужу, ему нужно было вставать рано на работу, он уснул с младшим ребёнком, я вечером на кухне решила приготовить на следующий день еду, твой любимый Бев Строганов, пока все мои спали, вот, и, естественно, начала готовить, ну, там готовила, думаю, сейчас там сварю картошечки на завтра, сделаю мяско, когда я уже, в принципе, практически закончила готовить, выходит на кухню мой муж и говорит, а что ты готовишь? Ну, он такой сонный вышел, я говорю, Бев Строганов, и он мне рассказывает такую историю, говорит, ты знаешь, я уснул, и мне снится сон, говорит, подходит ко мне какая-то пожилая женщина и говорит, твоя жена не умеет готовить Бев Строганов, вот это ключевое слово, помнишь, да, он рассказывал, и я, просыпаюсь, выхожу на кухню, а ты готовишь Бев Строганов, а он вообще не знал, то есть он уснул задолго до этого, он понятия не имел, что я буду сейчас готовить мясо, дико стремно, и вот это был, наверное, такой первый вот ключевой сон, когда вот мы с ним прям так сели вдвоем и задумались, что это такое происходит, ну, через, по-моему, даже пару лет случилась такая интересная история, страшилка, я бы даже сказала, кошка в школу, по-моему, ты уже переехала вот на новую квартиру сюда, мы остались там одни без тебя, муж у меня, по-моему, был в отъезде, я решила сделать тесто для шарлотки, ну, осень, да, яблоки, если мой инстаграм смотрите, я осенью люблю делать яблочные пирожки, пироги, да, шарлотки, готовлю тесто для шарлотки, спокойно, все там, все ингредиенты смешала, Саша закапризничал, я решила, думаю, ну, поставлю тесто, положу Сашу спать, и приду уже, сделаю там, дорежу яблочки, залью тесто, мы поставлю в духовку, но у меня такая есть привычка, я очень люблю иногда вечером готовить что-то, допустим, на завтра, да, ты поняла, ты постоянно ночью, типа, вечером готовишь, а я постоянно убираю, если бы мы с тобой жили вместе, мы бы, наверное, жили в раю вообще, мы бы всегда и кушали, всегда в ладочи сюда, просто, почему так получается, да, маленькое отступление, потому что днем обычно всегда очень сильно занят человек, ну, любое, Юля или я, там, Юля еще поспать любит, у меня не получается, стою рано, вот, поэтому днем иной раз бывает, что некогда, и удобно приготовить что-то с вечера, просто с вечера приготовил, а на следующий день у тебя уже есть еда, я стараюсь кормить своих домашней едой, и, значит, ну, вернемся к пирогу, вот эта миска с тестом стояла на, даже не на столе, она стояла вот на разделочном столе, где плита, где мойка, вот, и пошла укладывать младшего спать, и он еще даже не успел толком уснуть, я услышала такой грохот на кухне, ну, вот, такой достаточно сильный был грохот, ну, естественно, я вскочила и побежала на кухню, и вы знаете, то, что я там увидела, повергла меня в шок. Вот это уже в основном все-таки истории у нас какие-то связанные со сном, но вот это было прям очень шок. Да, потому что, вы знаете, до сих пор я не могу забыть эту картину, то, что я увидела. И найти какое-то разумное объяснение вот этому, вот реально. Венчик, который лежал в миске с тестом, валялся практически в противоположном углу кухни, причем видно, что его швырнули, прям вот со всей силы, он ударился об этот маленький холодильник и валяется на полу. Естественно, там все было в тесте, да, вот как он в тесте был, так он и... Гоша в этот момент спал. Мы в квартире были только я, Гоша и Саша, то есть я укладывала Сашу, Гоша спал. Ну, понятно, что никто не мог сделать. Мама, кстати, записала на телефон примерно, чтобы вам показать, как это все выглядело. Ну, да, такую небольшую репродукцию, да, я сделала, чтобы понимать. Ну, короче, да, много хуже, все было больше в тесте и валялось, в общем-то, так что посмотрите. Да, и после этого, значит, выходит мой старший сын на кухню, сонный, говорит, мам, мне только что приснился, говорит, ужасно страшный сон. Как будто бы он лежал, спал, да, во сне он понимает, что он спит, и вдруг он как будто пытается открыть глаза, и у него перед глазами какое-то лицо, которое берет и вот удаляется от него. Ну, естественно, он проснулся, ну, это, правда, страшно, потому что я сама прекрасно понимаю, я помню старика, который мне снился мастер-живой, вот, да, это примерно что-то в том же духе. Жесть. Вот, и в этот момент, естественно, я ему говорю, что вот, смотри, показываю, я еще не успела убрать вот это тесто, да, которое там с этим венчиком, я ему это все показываю, рассказываю, что вот сбила шарлотку тесто, пошла Сашу класть спать и услышала грохот. Но мы с ним оба поняли в тот момент, что да, происходит что-то сверхъестественное, что это какая-то мистика. Вот я сейчас сама об этом говорю, вот честно, ну до конца не верю, потому что, ну как такое может быть, я же вроде взрослый человек. В какой-то момент у меня даже возникла мысль написать на битву экстрасенсов. Правда, потом я поняла, что да, что это все, ну я не очень верю в то, что показывают, вот честно, я не верю. Что я сделала? У меня была святая вода, спасибо моей маме. Вот, и я взяла эту святую воду, стала ходить по квартире, брызгать все углы, читать молитвы. О, Господи, я это говорю сейчас. А что? Ну вот так было, честно. Я тоже так могу делать, если вдруг что. Вот, в общем, я все это сделала, и, собственно, ну, уже допекла этот пирог несчастный, да, Гоша пошел спать, я пошла тоже спать, но я очень долго была под сильным впечатлением, потому что, ну, вот честно, не укладывалось в голове, как это могло произойти, то есть, это, ну, совершенно не, это настоящая мистика, то, что мы не можем объяснить. Это была вот такая вот настоящая мистическая какая-то фигня, которая произошла у нас в квартире. Через какое-то время я заметила, что наша собака, да, Муля, Мулечка наша, она периодически, особенно вот у нее, это бывает в ночное время, она начинает на кого-то лаять, причем наша собака, это добрейшей души собака, это просто, это такая собака, которая ни разу никого в жизни никогда не укусила. В любом случае, собака просто так лаяет. Она вообще не агрессивная, то есть, она всех любит, и вдруг у нее начинается какая-то агрессия, да, она, у нее поднимается, вот эта вот холка, встает, она начинает гавкать, причем она вот, иной раз бывает, что я стою возле плиты, что-то готовлю, она очень любит лежать на кухне под столом, там у нее даже есть своя подстилка, лежанка, вот, и она там валяется, и вот я когда что-то готовлю, она оттуда выскакивает и начинает гавкать, причем как будто она смотрит не на меня, а за меня, вот как будто она смотрит на кого-то, кто стоит сзади меня, но сзади меня, допустим, никого нет. Она начинает сильно гавкать, рычать, я ей все время так, ну, первое время я удивлялась, я говорю, Мулечка, что с тобой случилось, ты что гавкаешь? И потом, ну да, мы сделали вывод, что такое ощущение, что кто-то, кто-то приходит. Даже у нас был какой-то момент, мы прямо вот серьезно, ну, хотели батюшку позвать, да, мы вообще верующие люди, мы хотели позвать батюшку в квартиру, чтобы ее осветить, и молитвы я читала, и я как-то переживала. Скажу честно, вот сейчас прошло уже несколько лет, вот со всех вот этих случаев, то ли мы привыкли, то ли мы уже не обращаем внимание. Вот честно, даже иной раз сейчас бывает, я готовлю, Муля начинает на кого-то гавкать вечером, обычно все спят уже, я всегда такая, смотрю в ту сторону, куда она гавкает, и говорю, что пришел, иди отсюда. Ну вот честно, вот я перестала бояться, у меня пропал вот этот страх, который был раньше. ну просто неприятно, это само такое состояние, причем тем более, если кто-то снится, постоянно тебе какие-то такие вещи говорит, там, ну... Не, ну это на самом деле, то, что я рассказываю, это совершенно реальная история из нашей жизни, да, и, ну, тут вообще нет никакой выдумки, и вот честно скажу, я до определенного возраста вообще не верила вот во всю эту ерунду, даже сейчас это называю ерунду. Ну так всегда, потому что пока ты сам не столкнешься, ты не будешь к этому относиться серьезно. Не то, чтобы мы рады, о, смотрите, сколько у нас классных историй, может быть, лучше было бы, если бы с нами таких штук не случалось, но я тоже верю, у меня никогда не было такого, ой, я в это не верю, это все какой-то бред, это невозможно, это просто что-то причудилось, или, ну а как? Вот даже бабушка всегда говорила, что когда есть животные в доме, да, животные, они, ну, видят больше, чем мы, и чувствуют больше, чем мы, и всегда животное чувствует, если там кто-то придет, да, допустим, ну, там кто-то из потустороннего мира, но я всегда это слушала, говорила, да, 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 сейчас я сама прекрасно это вижу и понимаю, что действительно, наверное, что-то такое есть, да, нет, животное 100% что-то мистическое, то, что происходит, вокруг нас, мы можем это замечать, или мы можем это не замечать, но однозначно, если мы не можем найти этому объяснение, это и есть мистика, да, делитесь, обязательно пишите в комментариях, будет очень интересно почитать, бывали ли у вас такие истории, да, у меня, кстати, про сны очень много комментариев оставили, я тут думаю, жесть, вообще такие истории, и я, я к ним отношусь серьезно, не так, что, типа, это какой-то бред, потому что я понимаю, что, зачем выдумывать такие вещи, еще вот, кстати, в прошлом году, я хотела рассказать про предчувствия, был такой момент, когда мы собирались ехать отдыхать, ну, как всегда, с семьей, да, и получилось так, что перед каждым отдыхом, когда мы собираемся куда-то лететь, ну, я иду в церковь, допустим, ну, ну, это, мне кажется, нормально, короче, у нас, да, у нас верующая семья, да, поэтому всегда, когда я там куда-то улетаю, бабушка тоже говорит, скажи во сколько, когда ты улетаешь, я пошла помолилась, и я тоже всегда молюсь, там, в самолете, ну, то есть, в общем, в прошлом году, перед отлетом, мы собирались ехать в Испанию, на Майорке, мы отдыхали, я пошла в церковь помолиться, ну, естественно, за всю семью, вот, и, знаете, было такое странное чувство, когда я стояла перед иконой, у меня начали подкашиваться ноги, ну, вот реально, как будто мне кто-то вот стукнул, и вот они мне подкашиваются, и у меня первая мысль, естественно, какая, ну, лететь же на самолете, да, ну, все, господи, спаси, не дай бог, да, ну, почему вот подкашиваются ноги, то есть, они ватные, я их не чувствую, но, поскольку мы всегда летаем на самолетах, да, ну, и Юля очень много летает, и мы летаем, ну, что делать, ну, да, знаете, нельзя все в жизни бояться, иначе ты просто останешься на одном месте, бояться нельзя, иначе надо сидеть только дома, и никуда вообще не выходить, я каждый день за рулем езжу, молюсь, дай бог, чтобы все было хорошо, уже 20 с лишним лет, и, значит, так получилось, что мы прилетели отдыхать, и у нас были определенные проблемы, потому что нас, так сказать, туроператор немножечко подвел, но это другая история, я об этом рассказывала, когда мы со Славой были в Турции, говорила, что мы тоже, заветная наша такая мечта, они должны были лететь на Сардинию, мы вот прилетели на Майорку, и так получилось, что мы, когда прилетели на Майорку, казалось, что нам, в общем, короче, не тот отель, нас кинули, ничего не оплатили, ничего не оплатили, там такая жесть была, мы помучились первые несколько дней, мы, правда, разрулили, решили все свои проблемы, но это очень страшно, когда ты прилетаешь в чужую страну, и на ресепшене в отеле тебе говорят, что у вас ничего не оплачено, при этом ты оплатил за полгода, за полгода этой поездки, ты все оплатил, но это другая уже страшная история, реальная, это не мистическая история, это уже то, что да, в жизни, вот, в общем, так было, но вот опять же, я говорю, вот я потом поняла, почему у меня ноги подкашивались, почему они подкашивались, то есть такого никогда не было, сейчас, да, я вот иногда себя ловлю на мысли, что, например, когда ты что-то планируешь, что-то задумываешь, и хочешь это воплотить в жизнь, ну, бывает такое, вот что-то приходит, да, извне, какое-то предчувствие, ты расскажешь эту историю, ну, расскажи, ну, это очень смешно, это гениально, просто, вот в такие моменты думаю, да, это моя мама, а я ее дочка, ну, блин, ну, на самом деле, ладно, слушайте, это эксклюзив, вообще, это вообще взрыв, значит, буквально, вот, ну, несколько дней назад, мы решили, ну, сейчас же будут каникулы, да, осенние, естественно, мы устали, честно, потому что у нас такая тяжелая школа, я имею ввиду сейчас Сашеньку, и то, что у меня сейчас Георгий заканчивает в этом году, да, школу, ну, тяжело, мы устали, да, вот, буквально начался только учебный сезон, и у нас уже, уже устали, у нас уже взрыв мозга, вот, ну, просто нереальный, и у нас как-то вот одноклассники, все купили себе туры в Турцию, еще пока вроде там будет тепло, все хотят уехать, ну, мы что-то подумали, почесали, и тоже вот с друзьями, с детьми решили тоже взять тур и поехать на каникулы, на недельку буквально отдохнуть, вот, ну, обычный там отель, без всяких там этих самых, до того, как вы это решили, да, в общем, сегодня мне мама рассказала, я прям даже вот пальцем мне, ты вот так вот подумала, вот так будет, так, значит, ну, короче, в общем, слушайте дальше историю, значит, получается такая ситуация, что буквально несколько дней назад, я еду, ребенок младший, да, учится не рядом с домом, мы достаточно далеко его возим, сейчас у нас тут в районе все перекопали, как всегда меняют бордюры, меняют эти трамвалии, ну, это каждый год одно и то же, я понимаю, да, с парковкой вообще проблема ужасная, невозможно поставить машину, так получилось, что я ехала забирать ребенка из школы, выезжаю за поворота, и сама себе говорю, если сейчас будет парковочное место, точно поедем в Турцию, она думала, типа, ехать в Турцию, не ехать, ну, все-таки, ну, как, все-таки там, деньги тоже тратить туда-сюда, поворачиваю, проезжаю, и нет парковочного места, ну, нету парковочного места, но я пошла на второй круг, то есть, объехать опять эту улицу, с другой стороны, и еду такая, думаю, эх, черт, нету парковочного места, все-таки, в второй раз нет, а все равно хочется поехать в Турцию, понимаете, ладно, оно никак не связано, не, ну, так тоже, знаешь, я тоже говорю, маме, вот сейчас, если у меня будет 2 миллиона на канале, то тогда это сделаю, ну, как бы, такого тоже не надо, так, не, я согласна, но вы понимаете, иногда мысли приходят в голову, совершенно спонтанно, причем, я не рожала эту мысль специально, она просто ко мне пришла в голову, вот просто так вот, раз и залетела в голову, и я сама себе, вот, как будто, старая, я изнутри себе говорю, вот будет парковочное место, поедем в Турцию, а не будет, не поедем, я оказалась в парковочное место, но я же по жизни оптимист, я пошла на второй круг, еду и думаю, ну, хочется же поехать, ну, все же едут, уже 5 кругов сделаю, поеду в Турцию, сказала, ну, в общем, короче, в итоге я кое-как припарковалась, но не важно, суть в том, что на следующий день мы поехали с друзьями, оплатили путевки, и буквально сегодня, прям настолько буквально, что мы ехали ко мне домой, чтобы снимать это видео, и выясняется то, что... В общем, повезло в чем? В том, что, ну, наши, так сказать, родственники, да, тоже собирались через это агентство уезжать, буквально завтра, и мне звонят и говорят, что такая ситуация, это агентство накрылось, и мы завтра никуда не летим, у меня был шок, потому что я в прошлом году испытала такой шок, но я это уже была в другой стране, да, когда мне сказали, что у вас неоплачен отель, мы прилетели, а в этот раз, собственно, я еще, слава богу, здесь в России, я еще никуда не улетела, и поездка должна быть только через две недели, и люди мне говорят, что вот все, агентство закрывается, ну, вот если кто-то помнит, такое было с Натальей Турс, по-моему, да, в прошлом году. это вообще, мне столько историй рассказывали диких, что вот реально люди просто в другой стране не могли вернуться домой, они также приезжали, у них, то есть последние, грубо говоря, деньги, да, они накопили на поездку, путешествия, прилетели в другую страну, и просто, вот у них так же, например, как и у моих родителей было, что, извините, вас ни хрена не оплачено, но вы как бы бомжи просто, и все, мы вам даже постельное белье не дадим, вот вам самый убогий номер, просто потому что... ну, на самом деле, мы же Russian туристы, мы же обликом орали, мы там... Не, потом, конечно, мы там разрулили все, нам дали отличный номер с шикарным видом, вот если бы у меня сейчас старый инстаграм остался, который украли, там были такие красивые фотографии. Ну, мы разрулили, мы хорошо отдохнули, но нервы нам поднимали. Не все же люди могут разрулить. Да, вот, но суть не в этом, суть в том, что, вот видите, понимаете, вот это вот какой-то дар предчувствия, я не знаю, что это, когда вот ты сам себе, вот где-то интуитивно, какое-то твое второе я тебе говорит, вот ставить тебе такой вариант, вот как будто она тебя отговаривает, да, вот она тебе дает ситуацию, вот нет парковки, не надо ехать в Турцию, да, и вот сейчас получается такая ситуация на сегодняшний день, мы уже сегодня съездили в это агентство, да, мы уже там взяли гарантийное письмо, нам пообещали, что нам вернут деньги, вот, но у нас уже опыт есть, мы весь прошлый год, мы бывалы, да, мы уже мучились, столько раз обманывали в этой жизни, что это просто сойтись с ума, но ты же никогда не знаешь, и никогда не ожидаешь, как вот я прихожу, например, хочу поехать куда-то отдыхать, пришла в тур, в фирму, ну откуда я знаю, что она закроется и обанкротится, например? ну от этого никто не застрахован, подожди, мы с тобой отклонились, у нас с тобой видео о чем? О мистике. А это же не мистика тебе? Мистика. Вся наша жизнь мистика просто. В общем, суть в том, что мы, походу, не едем ни в какую турцию. Ну я надеюсь, что все закончится нормально, деньги вернут, и вы еще успеете поехать на эти каникулы. Ну может быть, да, у нас еще две недели, в принципе, до каникул, ну посмотрим, но суть сейчас не в этом, о том, что, понимаете, вот это вот, да, вот все эти ситуации в жизни, как нам что-то подсказывают, подсказывают вот свыше, да, нужно постараться это слушать. Нужно уметь это читать, нужно уметь это слушать и понимать, что тебе подсказывают. Ну это, к сожалению, не всем дано. Мы пока, мы видим эти знаки, но, наверное, не всегда можем правильно распределиться. Ну я до сих пор, видимо, не научилась еще. Ну вот мама мне сегодня говорит мужу, господи, какая же я тур, уже там столько мне лет, ну типа, столько уже было, а я все никак не могу, вот это все. Не, я просто говорю, господи, опять кинули, да что ж такое. Ну вообще. Ну все, я думаю, что мы достаточно интересно рассказали, мы старались. У меня есть история еще, еще не все, все видео без меня бы могла снимать, все рассказывал ты. Давай, валя, рассказывай историю. А то ишь какая, может я канал свой завести. Короче говоря, закончить это видео, я бы хотела своего позволения, позволяю, истории, которая произошла со мной в этой квартире, где никто не умирал, никакой мистики я не ожидала. здесь никто не умирал, слава богу, дом новый, и хозяев мы не знали, ну как, знали, что они живые, они нам продали квартиру. что дома у моих родителей куча призраков, мистики, собаки лают в стенки, там в углы и все такое, ну как бы к этому я привыкла, я к этому нормально отношусь, ну есть и есть, но я никак не могла подумать, что я сама с этим столкнусь, причем одна, я была на тот момент в квартире. на самом деле очень грустная, не так давно, буквально даже меньше года назад. В общем, ушла из жизни моя подруга детства, с которой мы знаем друг друга, вот просто, я не знаю, сколько нам было лет, очень маленькие, на даче вместе росли, и для меня это, конечно, было шоком, я об этом узнала абсолютно случайно, мне об этом рассказали соседи на даче, то есть я так как-то и не знала. Нет, просто когда они были маленькие, ну я, естественно, тоже знала, знала и семью, и детей, вот, просто когда они были маленькие, Юля очень часто была на даче, она была с дедушкой, с бабушкой, на лето приезжала, и они все вместе играли, ну то есть это была такая тусовка, компания, да, фотографии в любом месте. Потом так случилось уже в более взрослом возрасте, помнишь, мы ездили отдыхать, еще даже на машине, ну как взрослым, вы еще детьми были, ну да, мы ездили отдыхать на юг, на наш юг, не за границу, и с ними там тоже случайно, совершенно случайно встретились, и тоже вместе отдыхали, и вот у меня остались вот эти воспоминания такие, вот, то есть я это все помню. У этой моей подруги детства есть сестра, с которой мы еще больше дружили, которая моя ровесница, и вот моя подруга, которая не стала, к сожалению, она старше была где-то, ну на 4 года, вот так вот, и у нее, получается, родился малыш, ребенок, если я не ошибаюсь, ему на тот момент было полтора года, когда, ну, она ушла из жизни, и я видела фотографии со свадьбы, то, что ребенок появился, но мы как бы уже так много не общались, потому что мы повзрослели, Не, ну так бывает, конечно, у всех есть, друзья детства, но все равно как-то поддерживали какое-то общение с праздниками, там, поздравляли друг друга, вот, и получается все это произошло, и я написала как раз вот ее сестре, подруге, которая моя ровесница, написала, ну, понятное там соболезнование, и мы с ней решили встретиться, встретились, поболтали, тоже повспоминали, тоже поплакали, все такое, вот, а потом я, получается, разговаривала с мамой, и что-то мы решили, что соберем, тогда на тот момент, ну, у нас очень хорошие были вещи, потому что у нас, да, очень много было вещичек хороших, ну, от Санька, и мы решили, как бы, ну, собрать и, ну, помочь. Я все никак, не то чтобы забывала, ну, как-то руки не доходили. Нет, ты не забывала, просто у тебя на тот момент очень был какой-то такой загруженный график, и все, мне было вот этого, ну, знаете, как бывает, минутки не хватает, да, вот очень часто, чтобы взять это все, заехать ко мне, да, учитывая, что Юля живет здесь, я живу там, заехать ко мне, забрать эти сумки, погрузить машину, доехать там до другого конца Москвы, отдать эти сумки, ну, вот, как-то вот все не совпадало, то она куда-то уезжает, то она куда-то там едет сниматься, то еще что-то, ну, то есть постоянно какие-то были вот передвижения, ну, в любом случае, даже когда, если была какая-то свободная минутка, изо всех вот этих вот заморочек, я просто забывала написать, то, что давай встретимся, вещички передам. Да, ведь это же надо еще с человеком договориться, чтобы ее встретили, взяли, приняли. Ну, и слушайте, в чем суть, я вот, была у нас такая мысль, передать вещи, где-то на протяжении трех дней, наверное, я все никак не могла написать, по поводу встречи, вещички там передать, и, короче говоря, происходит вот такая вот мистика. Я в тот день снимала видео, также вот здесь сидела, у меня все статично стояло, не было никаких там, чтобы что-то пыль там взбивать, еще что-то, никаких бликов, и, короче, когда я монтировала видео, я увидела, что там пролетали блики такие, кружочки, вот, то есть он прямо из одного угла в другой угол улетел, и мне это сразу показалось странным, ну, то есть я и так знаю про эту фигню всю, про блики, потому что я давно еще читала об этом, но я как бы на это тоже... А, ты же мне показывала, так что у тебя вот эти вот шары появились, видите, в чем вот прикол, да, то что у нас вот эта камера, в начале видео я рассказывала, которая стояла на старой квартире, там почему-то, ну, вот не было вот этих вот шаров, как переехали на новое, они появились, причем в большом количестве, то маленькие, то большие. У меня прям один такой кружочек, типа вот этот шар пролетел, в этот же день, в тот же момент, то есть вот я сняла видео, мне оставалось его там смонтировать, по-моему, я еще не села за монтаж, у меня, короче, выбивает пробки в квартире, обычно, когда выбивают пробки, они сами потом не включаются, ну, как бы я так привыкла, что выбила, я подхожу там вот это все, тумблерочек, щелкнула, ага, то есть обычно такого не бывает, что они сами включились, а в этот раз они сами включились, я прям слышала переключатель, я уже сразу так думаю, да что это такое, то есть не то, что это такое, что это происходит, кто-то, наверное, что-то чинит, я сразу поняла, что это как бы странно, потому что такого никогда в жизни не было, из чего бы вдруг, это было один раз, потом, Я где-то в комнате сидела, в другой. Потом я сидела на кухне, и происходит то же самое. И так же включается потом. Но это странно. В общем, следующее, что было, это я тоже была на кухне где-то рядом с коридором. А тут собака была вот на этой кровати, вот в этой комнате, и всё. И я слышу, что она начинает гавкать. А Вива у нас только недавно начала как-то больше голоса подавать. Она вообще такая... Ну она тихая, если у меня Муля всё время разговаривает. Она постоянно разговаривает, даже когда спит. То Вива тихая. У нас собака вообще. То есть она может погавкать, только если мы с ней игрушкой играемся. Либо если она услышала какой-то звук, может кто-то пришёл. И то это максимально редко. Я думаю, что она гавкает? Я ей оттуда кричу, что гавкаешь, что орёшь? Потому что она обычно так не делает. Она всё не останавливается. В итоге я сюда прихожу и смотрю такую картину. Собака сидит вот здесь, примерно где я. Смотрит вот в этот угол и просто туда лает. Я просто в ступоре стою, где дверь. И я понимаю, что это жесть. И я говорю, что Вив, призрака увидела? Ну то есть у меня сразу вот это вот было. Я сразу такая жесть. Почувствовала вот это. Я почувствовала. Ну как бы, я же понимаю, что не будет просто так собака. С какого нафиг перепуга ей просто лаять в угол? Там никого нет. Если у вас она просто за вас куда-то лает. Нет, она точно так же. Она вот знаешь, вот когда лает у меня, вот, она как будто смотрит на меня, но я понимаю, что она смотрит не на меня, а за меня. Понимаешь, а я еще к ней обращаюсь, говорю, Вив, ты че? Ну то есть я вот так вот, Вива, ты чего? Иди сюда за это. Ну животное, они видят. Да, а она на меня не обращает максимально внимания, а просто гавкает. Точно так же, как Муля, да. Сидит, смотрит туда, спонит, гавкает. Не обращает внимания и гавкает. Потом через какой-то момент она просто успокаивается и перестает гавкать. После этого всего момента я почему-то сразу, ну, я уверена была, что это вот именно моя подруга детства пришла, как бы, ну, напомните мне, что не забывай, и не в плохом смысле, конечно же, и я сразу же, по-моему, либо на следующий день утром написала. Да, 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 ты сразу же, да. Ну, и понятно, такого больше не повторялось. Ну, ты отвезла все вещи. Конечно, конечно, все это сделала. И на душе сразу стало вот как-то полегче. Ну, мне бы так и так стало полегче, потому что, ну, как мне помочь? Ну, дело даже не в этом, просто вот когда все это произошло, я тоже сразу начала читать молитву, все такое, забрала Вивену, я тоже сразу тебе все это рассказала. Ну, это, конечно, страшно. Я просто... Я не то чтобы испугалась, типа, о, боже, все, я больше не зайду там в эту комнату, тут что-то происходило, вообще куда деваться, приезжайте все ко мне. Нет, я к этому спокойно отношусь, потому что я понимаю, что... Ну, а что будет, куда я от этого денусь, да? Это, ну, стрёмно реально, потому что, ну, это же ненормально, да? Вот, но с другой стороны, я реально верю, что вот мы сейчас тут сидим, может, тут еще кто-то сидит, понимаешь? Давай закончим наше долгое видео. Не знаю, каким оно получится. Ну, видео долгое, конечно, но я надеюсь, что вам было интересно его смотреть. Все эти истории невыдуманные, мы их не брали из интернета. Ну, это еще мы, кстати, половину не рассказали, у нас еще есть дачные страшные истории, но мы это как-нибудь потом расскажем. Ой, ну, это да, это будет старая часть. Вот, просто очень хочется пожелать вам всем здоровья, счастья, и чтобы у вас всегда дома, в семье и везде все было хорошо. Да, и чтобы никакие призраки и мистические, там, и всякие старушки и дедушки к вам не приходили, вас не мучили. Вот, но в любом случае расскажите обязательно свои истории, потому что я обожаю читать комментарии, тем более, когда вы рассказываете что-то вот такое, тем более, что мы с мамой в это верим, и нам будет интересно реально. Ну, я уже сказала, что я в это не верила, но так вот жизнь просто заставила. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, что не сильно мы вас напугали, но напишите, напугали или нет. В общем, ладно, мы... Пишите, что нам еще снять с Юлей, вдруг еще что-нибудь снимем. Давайте, все. Короче, да, подписывайтесь на наши инстаграмы. Колокольчики там. Колокольчики, пальцы вверх, подписка, пожалуйста, по-братски, 2 миллиона совсем чуть-чуть осталось. В общем, если вы не хотите, чтобы к вам пришел призрак, подпишитесь обязательно. Да-да-да, именно это. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok